Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Недавно зашел в один немецкий сетевой магазин и обнаружил там вот такие вот симпатичные брецели. О, какие красавцы! Ну, к таким волей-неволей нужно брать пиво. А значит, надо устраивать полноценный пивной стол. Если итальянцы макароники, то немцы колбасники. Буду готовить братфюрсты. Вернее, колбаски по мотивам немецких братфюрстов. Ну, и чтобы не было так грустно, еще нежно любимый немцами картофельный салат. Итак, понадобится свиной фарш. Здесь 75 процентов плеча свиного и 25 свиной же грудинки. Майоран и эстрагон, кинза свежая, чеснок, лимон и лайм, чили-перец, коричневый сахар, поваренная соль. Это все для колбасы и для салата. Отваренный уже картофель, лук, маринованные огурцы, бекон вареный копченый, петрушка, масло оливковое. Ну, еще, раз уж у нас немецкий пивной стол, то квашеная капуста и сладкая немецкая же горчица. А начну я с колбасы. Внимание, короткое объявление. 6 сентября в Москве на ВДНХ, на международной книжной ярмарке, я буду представлять свою книгу, вышедшую в издательстве АСТ. Предзаказ уже можно сделать на сайте интернет-магазина Лабиринт.ру. Что касается содержания, я отобрал самые интересные, самые вкусные, на мой взгляд, рецепты с канала и записал их коротко, без воды. Возможно, какая-то тонкость в рецепте из текста останется непонятной. На этот случай каждому я разместил QR-коды. При их помощи всегда можно открыть ролик с рецептом на Ютубе и посмотреть все подробности, но уже с водой. Кроме 6 сентября со мной можно будет увидеться 9 числа в Читай-городе, в ТРЦ Европейский и 10 в Библиоглобусе. Подробности по времени встречи, точному месту размещу в описании ролика также. На всех этих встречах всем желающим могу в книжке расписаться. И примечание для онлайн-покупателей. Я контактую только с издательством и не знаю всех подробностей отправки магазинам Лабиринт.ру книг. То есть, ни условия отправки, ни стран, в которые он отправляет. Пожалуйста, все эти тонкости выясняйте на сайте Лабиринт.ру. И я очень надеюсь, что книга вам понравится. Лабиринт.ру Лабиринт.ру ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь оттебятина. Братфюршты делают с майораном. Но как-то у меня он закончился, и я вместо майорана положил эстрагон. Это было так вкусно, что я затрудняюсь сказать, какой из вариантов вкуснее. Поэтому сейчас готовлю оба. Сюда эстрагон, сюда майоран. Набивать буду при помощи шприца в бараньчуреву. Она у меня была предварительно замочена в прохладной воде. Уж часа два, наверное, отмокает. Да, обзор этого китайского агрегата уже был. Что касается вымешивания. Во-первых, фарш должен быть холодным, то есть не выше 12 градусов. Во-вторых, вымешивать надо недолго, иначе он перегреется. В-третьих, это гриль колбаски, поэтому нитритная соль в составе не нужна. Используем обычную поваренную. Перекручивать надо колбаски, отмеряя по 7-9 сантиметров. В них майоран и эстрагон сухие, поэтому перед отправкой на гриль дайте им полежать полчасика-час. В холодильнике вкуснее будут. Но, учитывая, что в составе фарша целая куча пряностей, они не всегда идеально чистые, фарш от длительного выдерживания может закиснуть даже в холодильнике. Поэтому больше суток я бы, наверное, не решил содержать даже готовые колбаски уже в холодильнике. Но в них холодильник тем более. А вот запеченный можно хранить долго. Пока разгорается, займусь салатом. Залью лук маринадом из-под огурцов и немного аккуратно пожамкую. Лук примерно полчасика промаринуется, будет очень вкусным. Бекон надо подрумянить. Вообще говоря, рецептов картофельных салатов в Германии больше, чем борщей на Украине. И все правильные. Кто-то, кроме бекона, еще целую кучу колбасных изделий туда кладет, кто-то даже бекона не добавляет. Мне нравится вот такой вариант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готовить колбаски нужно на непрямом жару, но выкладываю я их на раскаленную решетку, поэтому сначала одну сторону раскаляю, чищу ее, затем разворачиваю и вот на этой раскаленной части уже готовлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, колбаски запекаются, а я пока завершу приготовление салата. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лук сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на базе этого маринада приготовлю соус винегрет. На одну часть маринада четыре части масла ароматного, оливкового, экстра-вёржин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помните, да, что соус винегрет это от английского винигар, то есть уксус, а в маринаде уксус присутствует. Можно было бы и горчицу добавить, но сегодня я без нее. И так будет очень-очень вкусно, отвечаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Колбаски уже готовы, я думаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ой, как они пахнут! Вот цедра цитрусовых и лимона, и лайма, они так классно заставляют звучать вот эти вот колбаски на гриле, просто песня какая-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это с майораном. Классная, классная. А есть еще и с брецелем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Германия, я люблю тебя. Так, теперь салат. Как бы его здесь зацепить, чтобы... Тут ложку нужно побольше брать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, так, сейчас я вам скажу свое мнение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это такой реверанс, наверное, в сторону оливье, но немножко более мясной такой, более какой-то пивной, я бы сказал. Да, вот под пивом он хорош очень. Такой за счет вот этих вот резких вкусов маринада, огурчиков вот этих вот маринованных, за счет соуса винегрет. Классная штука. Так, ну и теперь с эстрагончиком колбаску. С эстрагончиком и с горчицей. Но сначала готовь пиво, для того, чтобы освежить вкусовые пупырышки. Угу. Так, и колбаска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, все-таки с эстрагоном мне нравится больше. Мне кажется, она ярче, она интереснее. А может быть, просто я переел уже этих майорановых, и хочется что-то нового. Слушайте, это классно. Ммм. Вот праздник желудка. Я буду продолжать уже за кадром. Спасибо огромное за компанию. Напоминаю, промокод Фреско. И вот эти вот ножи Самура Рептил. Очень классные. Из АУС-10, с саточкой на линзу. С очень удобной ручкой. Ручка просто удобная. Она еще и ревнистая такая. Вот вырез под большой палец. На большом шейфе он не обязателен. На ноже поменьше. Очень удобно, когда нужно что-то вот карвингом заниматься, короче. Короче, удобные ножи. Промокод Фреско позволит вам сэкономить. Огромное спасибо за компанию. За лайки, за дизлайки. За то, что пьете пиво со мной. Там, за экраном. Спасибо за компанию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин